Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя наша недельная глава называется «Трума». «Господь сказал, передайся нам Израилю, чтобы они собрали мне приношения от каждого, кто пожелает, принимайте приношения для меня». И сразу здесь можно заметить, что Бог говорит, что возьмите мне труму, возьмите мне приношение. Что значит «возьмите»? Когда мы что-то говорим, надо сказать, что «отдайте», а не «возьмите». Берем мы себе, а отдаем другому. Значит, что здесь было, евреи должны были принести приношение для постройки переносного храма. Но сегодняшняя эта говорит, что «возьмите». На самом деле это можно объяснить, что то, что мы делаем, то, что связанное с храмом, связанное со святыми вещами, то, что даем здаку, это не то, что мы даем, это мы берем для себя. Это можно объяснить историей одного раввина, Донисхак Абарбанел. Он был, значит, приближенным царя. И как-то царь заподозрил его, что он крадет у него деньги. И что сделал? Царь объявил во всем государстве, что все чиновники должны отчитываться перед государством о своем имуществе, о кого что есть, а должны были они описать. И потом, чтобы могли чиновники проверить, на самом деле у них столько есть или больше. И каждый написал, все приближенные царя, все министры, все написали, сколько у них имущества. И Донисхак Абарбанел тоже написал, что у него 5000 рублей. Значит, по истечении времени налоговики начали проверять чиновников. И вдруг оказалось, что у Донисхака не 5000, а 15000. Они хорошенько выяснили и поймали его. И доложили царю, что вот у твоего приближенного человека нашли 15000, он, значит, кинул тебя на 10 тысяч. И в то время 15000 – это были огромные деньги, можно их приравнивать к сегодняшним 15 миллиардам долларов. И он сказал, ну что поделать, поймали-поймали, отнесите, казните его. И перед тем, как казнить, он был некоторое время в тюрьме. И царь все-таки любил Донисхака. Поэтому, прежде чем казнить его, он хотел попрощаться с ним. И в тот день, когда должны были казнить его, привели его к царю, и царь сказал, как же ты мог такое сделать? Как же ты мог украсть у царя? И тогда Донисхак сказал, давайте я вам объясню. У меня с детства, говорит Донисхак, я так как еврей, родители приучили мне давать милость, давать здаку, помогать бедным. И я все время это делаю. У нас обычае в семье, что то, что мы даем, мы записываем. Всю здаку, всю милость, которую мы даем, мы записываем. Я тоже записывал все. Когда вышел закон, что каждый должен отчитываться о своих доходах перед государством, то я взял, начал считать, сколько я давал за здаку. И оказалось, что за всю свою жизнь я дал милости на пять тысяч. И я, значит, записал эти пять тысяч как мои деньги. На самом деле у евреев написано, что то, что человек помогает бедным, то, что дает милость ему, это остается для него. Где остается, человек он в этом мире делает, и их тратит в другом мире. Это пять тысяч, говорит, это мои. Никто не может забрать их. А то, пятнадцать тысяч, которые вы нашли у меня, они сейчас находятся где? Они находятся сейчас у вас. Если бы они были моими, вы смогли бы забрать их у меня? Царь говорит, нет. Значит, они не мои, это ваши деньги. Они просто были временно у меня, но это на самом деле, это ваши деньги. А те пять тысяч, которые я давал за даку, их даже вы не можете забрать. Даже если убьете меня, все равно вы эти пять тысяч не сможете забрать. Все эти деньги я буду тратить в другом мире. Так что Саль понял, в чем дело, и простил своего министра Дон Исхака. Значит, здесь то же самое. Говорится, возьмите, а не давайте. То, что мы даем на самом деле, помогаем другим, это мы делаем для себя. Большей частью мы помогаем сами себе, а не другим. То, что делает человек в этом мире с бедными, помогает им, он оставляет для улам Абба. И в этом мире, из этого мира человек ничего не забирает, кроме хороших вещей. Можно это одним рассказом тоже объяснить, что однажды царь объявил, пусть кто богаче меня, пусть придет. Если догаджет это, то я дам ему пол своего царства. Ну, конечно же, богаче царя кто может быть? Никто. Однажды в царские ворота пришел один низший в порванных одеждах, и он говорит охранникам, пропустите. Они сказали, иди отсюда, или мы будем бить тебя. Тогда он сказал, у царя есть приказ, вы не подчиняйтесь приказу царя. Он же сказал, кто богаче его докажет, и он отдаст пол царства. Тогда пришлось охранникам пустить этого человека, приставили его царю. Царь засмеялся, говорит, кто это, он ли докажет мне, что он богаче. Тогда этот человек говорит, не надо спешить. И этот, значит, бедный человек был очень высок ростом. Где-то его рост был 2 метра. А царь, он не совсем такой высокий был. Они сели и сказали, ну, докажи, как ты докажешь? Ну, говорит, уважаемый царь, говорит, сколько ваш рост? Ну, царь, говорит, наверное, метр семьдесят. А бедный, говорит, мой рост где-то около двух метров. И теперь, когда ты умрешь, что возьмешь с собой? Ну, говорит, ничего, только погребальные одежды. Тогда, говорит, я тоже, когда умру, тоже погребальные одежды возьму. Но сколько метров будут шить тебе погребальных одежд? Ну, говорит, наверное, не знаю, там 15, 20 метров, 25 метров. Ну, говорит, если тебе 25 метров, тогда мне точно 30 метров будет. Значит, я возьму с собой больше, чем ты. Значит, у меня будет больше, чем у тебя. Тогда царь на самом деле посмотрел, видит логику в его словах. И одарил его богатством. На самом деле, даже эти одежды не берет человек с собой туда, в тот мир. И отсюда ничего не берется. Поэтому у этих одежды не бывает кармана. Но что берется с собой в тот мир? Те благие дела, которые делает человек. Тот помощь, которой он помогал бедным, давал знаком. Тот тарак, который он учил. Те заповеди, которые он исполнял. Еще одна история такая. Однажды на одном корабле плыли торговцы, богатые люди. У каждого свой товар. И был среди них один еврей, мудренький старичок. У всех товары, каждый хвастался, у него такой товар, качественный, дорогой. И этому человеку нечем было хвастаться. И спрашивали у него, а ты какой товар везешь? А он отвечал тогда, что он везет товар в своем голове. Его товар в его голове. Тогда все смеялись, издевались над ним. И так получилось, что когда они прибыли в город, где они должны были продать этот товар, и царь издал приказ, что все, кто сюда привозят какие-то вещи, надо конфисковать. И поднялись солдаты на корабль и конфисковали весь товар. И эти люди огорчились очень сильно. У них не осталось ничего, ни денег, ни товара. И они остались без пропитания. Этот старичок, он ушел, нашел там еврейскую общину. И тогда люди занимались торой. У них был очень сложный момент. В торе они не могли понять одну строчку. И тогда он объяснил им эти строки и другие вещи. И люди увидели, что этот человек очень сильный знаток в торе. И сделали его главным рабином города. И дали ему большое почтение. И эти люди, когда увидели это, подошли к нему, сказали, что помоги нам, скажи общине, чтобы нам тоже помогли. Мы извиняемся перед тобой. Мы неправильно поступили с тобой. Мы видим, что на самом деле у человека в этом мире нет ничего. Даже то, что есть, не дай Бог, он может за несколько минут, за несколько часов потерять это все. Что остается у человека? Его тора, его заповеди. Идем дальше. Значит, дальше написано. Принимайте от них такие приношения. Золото, серебро и медь. Значит, что должны были принести евреи? Золото, серебро и медь. И наши мудрецы говорят, что значит, это приношение. Человек приравнивает это к человеку. Человек, когда дает сдаку, милостыню, когда он полностью здоров и у него все в порядке, все нормально и дома, и со здоровьем, и со здоровьем домочадцами. В такой момент, когда он помогает бедным или домам учения, те, кто занимается торой, это приравнивается для него к золоту. Как будто он дал золото. Но человек, когда, не дай Бог, болеет, тогда он начинает помогать, чтобы Бог излечил его, тогда это приравнивается к серебру. Когда, скажем, кто-то, он был богат, и после его смерти его богатство раздали бедным, тогда это приравнивается к меди. И дальше говорит синию, багряную и пурпуровую нить, лен и козью шесть, красной баранной кожи, кожи тахаши, и древесину, акации, масло для освещения благовония, для масла помазания и для ароматных воскурений, ониксы, вставные камни для ифода и нагрудника. Значит, здесь перечисляются другие вещи, значит, кожа, значит, драгоценные камни по своим именам. И здесь, значит, говорится кожа тахаши, значит, что это за тахаш? Значит, барану мы знаем, мы знаем, крашеные шесть, мы знаем, что такое, но тахаш, что это за животное? Находили сегодня такое животное в мире? Тахаш был животным, в коже которой было шесть святов. И эти свята были очень красивые свята, и из его кожи делали, значит, покров для переносного храма. И наши мудрецы говорят, что она создалась на несколько часов, когда евреи были в пустыне, когда именно они получили приказания, вот эти приказания. И Всевышний создал эти животные, и евреи поймали их, зарезали, и обработали их кожу. И после этого тоже этих животных не было. Но все вещи, которые даже чудесные вещи, мы учили в том, что их Всевышний создал в шесть дней творения. Почему вот это животное, это красивое животное, он не создал со всеми животными? Или даже когда он создал, например, скажем, колодец Мирьяма, или посох Муше, или осла Билама. Почему тогда Всевышний не создал вот это красивое животное? Дело в том, что когда Всевышний создал человека и привел всех животных к нему, каждое животное дал ему подарок, самое лучшее, что есть у него, у человека. Если бы вот этот Тахаш был создан до этого, и Тахаш тоже пришел бы и подарил бы самое лучшее, что у него, свою красоту. Тогда бы человек был очень красивым и возгордился бы. Чтобы человек не возгордился, а Всевышний специально не создал это животное в шесть дней творения, и создал его именно в пустыне, в то время, когда евреи получили заповедь приносить труму. Вот отсюда мы видим, настолько вредно, настолько запретно возгордиться, гордиться человеку. Пусть они сделают мне святилища, я буду обитать среди них. Сделай все в точности по образцам всей его утвари, которые я покажу тебе. Пусть сделает ковчег из дерева акации. Два с половиной локтя длиной, полтора локтя ширина и полтора локтя высотой. Покрой его чистым золотом изнутри и снаружи, а вокруг него сделай золотую кайму. Значит, евреи должны были сделать ковчег, ящик из дерева, и покрыть его золотом снаружи и изнутри. А золото осталось бы в его середине. Что это значит? Приравнивать это к человеку, который он изнутри и снаружи одинаковый. Если человек изнутри и снаружи не одинаковый, тогда он ненормальный. Во времена Рабан Шимомбин Гамлиэля, когда у него была ешива, его ешивы не пускали людей, которые снаружи и внутри не одинаковые. У него стоял там охранник у двери, и каким-то образом он определял человека, если он прямой человек. Значит, внутри и снаружи он одинаковый. Могут быть люди, мы видим иногда, они очень умные, очень добрые снаружи, а кто знает, что у них внутри? Бывает иногда, они очень злые люди, мы сразу не можем определять это. Или мы видим, что человек какой-то злой все время, или какой-то хуморый, но на самом деле человек очень добрый, очень хороший. Вот этот охранник определял, что это за человек, и не пускали каждого в дом учения. И когда сместили Рабан Шимомбин Гамлиэля, убрали из дверей охранника, сказали, кто хочет учить Тору, могут учить. И в тот день добавили 400 новых скамейок, 400 новых учеников. И огорчился Рабан Шимомбин Гамлиэля, и он думал, что вот до сих пор я мешал этим людям, я препятствовал этим людям, чтобы они занимались Торой. Значит, он делал неправильно. И во сне ему пришел ангел и показал ему 400 кувшинов, полное пеплом. И он понял, что эти ученики, они просто пришли учиться, а они не знатоки, не Талмиде Хахами, не настоящие мудрецы. Поэтому человек мудрый, человек Талмид Хахам, человек хороший, это тот человек, который внутри и снаружи он одинаков. Сделай крышку из чистого золота, два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. Сделай двух керувов из золота, сделай их чеканными. На двух краях крышки одного керува сделай с одного края, а другого с другого края. Крышку и керува у каждого с его стороны сделай как единое целое. Керува должны простирать крылья вверх, осеняя крышку. Лица керува, обращенные друг к другу, должны быть наклонены к крышке. Значит, ковчег сделали внутри и снаружи золото, и в середине было дерево. И для этого ящика, ковчега должны были сделать крышку, и на этой крышке, крышка из золота, на них должно было быть керува. Что значит керува? Керува – это наподобие маленьких детей с крыльями, как ангелы. И у них были крылья во времена храма, когда евреи исполняли заповеди, делали хорошее в глазах Всевышнего, крылья этих керувов, ангелов, детей, они были поднятыми. А когда они грешили, тогда крылья этих керувов опускались. Значит, можно этих керув, этих детей сравнить с нашими детьми. Когда наши дети в домах учения, когда они учатся, когда они занимаются торой, когда они соблюдают заповеди, мы их учим по-еврейскому, как были наши отцы, деды по путям Всевышнего, по торе, тогда они как эти ангелы, ангелы милосердия. А если, не дай Бог, мы их пускаем на улицу, не даем еврейского образования, правильное образование, тогда они тоже ангелы, но, не дай Бог, ангелы-разрушители. Это можно, и что здесь намекает нам Тора? Тора нам намекает, что надо детей, человека надо поставить на правильный путь с детства. Если с детства его не поставили на правильный путь, потом очень сложно. Потом уже не сможет человек делать ничто. Это можно, значит, объяснить таким рассказом. Когда-то в одном государстве была война, и так получилось, что война закончилась, и разделили границы. Там определенного победителя или проигрыша не было, и одни территории пришли к одному государству, другие территории к другому. Значит, была там еврейская деревня, и так получилось, что где жили евреи, и где было кладбище, посередине пошла граница. Значит, где была граница, где была кладбище, осталось в одном государстве, а где была деревня, осталось в другом государстве. Теперь, чтобы хоронить мертвых, что надо делать? Пошли, они обратились к чиновникам, и они вошли в положение, и разрешили им хоронить их мертвых, принести через границу. И их не проверяли. И они так и делали, и хоронили своих мертвых, носили через границу, и никто их не проверял. И по истечении времени подумали некоторые люди, если нас не проверяют, то мы можем, когда хороним мертвых, нести в другое государство какой-то товар. И так как мы официально не проходим границу, и не будем давать какие-то налоги. И они так и делали, когда носили мертвых, и немножко прятали в гробу там какие-то товары. А со временем они вообще так сделали, что они брали гроб, наполняли его товаром, и несли его, как будто они хоронят мертвых. И там обратили на них внимание, что они что-то очень часто начали хоронить мертвых. Но их не проверяли. Однажды там охрана, кто стоит у таможенной, видит, что они несут гроб. Вроде бы они должны быть печальными, но они говорят анекдоты, рассказывают друг другу, смеются. Не похожи вообще на травмную процессию. И он остановил их, говорит, стойте. Он говорит, откройте гроб. Они начали возмущаться, как этот гроб, как мы можем открыть. Нет, говорит, откройте. Они начали плакать и заставили их открыть, открыли, увидели, что там контрабандный товар. Тогда их всех поймали и сказали, что поставьте в тюрьму. И они начали плакать, просить прощения. А этот таможенник что им говорит? Если бы вы плакали вовремя, сейчас бы вы не оказались в таком ситуации. И вот то же самое, если поставить человека вовремя на правильный путь, потом не придется из-за него так грустить и беспокоиться. Дальше у нас приказание. Сделай брусья для святилища из дерева акации и поставь их вертикально. Значит, на иврите это звучит так. И омиди им это не вертикально, а стоячие, они будут стоять. Что значит будут стоять? И нашим мудрецем объясняют, что человек, когда все делает правильно, от чистого сердца, то его дело стоит навечно. Мы видим это откуда, откуда были вообще у евреев здесь брусья. Когда-то Авраам посадил деревья, он знал, что когда-то евреи должны будут строить храм. И Яков, когда спустился в Египет, срезал эти деревья и взял их с собой в Египет. Когда еврейский народ выходил из Египта, вот эти брусья, эти деревья, они забрались с собой. И мы видим, что то, что Авраам сделал от всего сердца, и его, несмотря на то, что там прошло 400 лет, и из этих деревьев в итоге построили переносной храм. И во времена храма, в храме было много дверей, откуда можно было зайти. Один дверь назывался дверь Шар Делит Никанор. Значит, дверь Никанора. Почему она называлась так? И когда будет отстроен храм, эта дверь, говорят, что она будет вечной. И в третьем храме тоже эта дверь будет существовать. Был один человек по имени Никанор. И когда строили храм, он очень сильно хотел, чтобы что-то сделать для храма. Что-то особенное. И он мастеров не нашел в Израиле. Он, значит, пошел в Египет и нашел там дорогих мастеров. И из серебра он сделал двери. Два, значит, две двери для храма. И сделали его в течение года. Это были очень дорогие двери. Очень потрудились над ним. Очень красивые. И их грузили на пароход. И везли их в Израиль. По дороге так получилось, что в море поднялся шторм. И пароход начал тонуть. И люди, которые были там, говорят, надо что-то сбросить с парохода. Потому что погибли мы все. Тогда они посмотрели, что есть здесь. И увидели огромные двери. Они говорят, давай сбросим эти двери. Тогда Никанор воспротивился. Но нечего было сделать. Они бросили одну часть двери. И они плыли, видя, что это не помогло им. Они сказали, что давайте вторую часть тоже бросим. Когда они засыпались за второй часть двери, чтобы бросить его. Тогда Никанор бросился на дверь. Говорит, если вы сбросите дверь, тогда меня тоже сбросите с этой дверью. Тогда море успокоился. И они приплели в Израиль. Никанор был очень огорченный. Сидел в печали. У нее была только одна часть двери. И сидел. И друг видит там вдали, где стоит пароход. Под пароходом что-то сверкает. Он подошел поближе. Пошел. Увидел, что это вторая часть двери. Он засыпался каким-то образом под пароход. И все это время часть двери плыл с ним. И тогда эти двери взяли. Поставили во двор храма. И она называлась Шааделит Никанор. Так как он это сделал от всего сердца. И Всевышний сказал, что она будет стоять вечно. Как мы видим, что здесь должны эти брусья стоять. Что значит стоять? Стоять будут они вечно. У всех сосудов храма, то, что в дальнейшем сделали, где-то там было 15 сосудов. У всех была душа. Откуда мы это знаем? Когда во времена Новохуднацара, когда Новохуднацар разрушил первый храм. Увел еврейский народ в изгнание в Вавилон. В современное. Сейчас мы знаем это место как Ирак. И он построил там большой песен. Статую. Свою статую. И этот статую говорил. И что он говорил? Я Бог твой Всесильный. И каким образом эта статуя говорил? Оказывается, Новохуднацар поставил под язык этого статуя частицу цитца. Ты знаешь, цитца это была определенная вещь, которая носила золотой, которую носил Коин Акадоль, первосвященник, на лбу. Вот именно это нашел Новохуднацар. Поставил в рот этому статую. И эта статуя говорил. Анахьяшима локеха. Я Бог твой Всесильный. И все люди таким образом думали, что это на самом деле Бог. И поклонялись ему. Тогда что сделал Даниэль? Даниэль был приближенный царя. И Новохуднацар хотел его тоже обмануть. Но Даниэль, он знал, что к чему. И пошел к этому статую. И говорит посредством того, что когда-то Коин служил Всевышнему, теперь происходит грех. Не дай этому произойти. Тогда вот эта частица, золотая частица цитца Коина упала изо рта статуя. И статуя умолк. И все поняли, что это хитрость, которую сделал Новохуднацар. Таким образом, мы видим, что у всех святых вещей была душа. И до сих пор у всех святых вещей есть душа. То, что мы возлагаем Тефелин. Мы не должны думать, что это просто там внутри у него какой-то перегамин со словами. Это коробка какая-то. Нет, на самом деле у него есть душа. Если была душа у вещей из золота, серебра и у таких грубых вещей, то тем более то, что у нас наша Тора, вот Мизузу, которую мы ставим, у них у всех есть душа, и они все могут говорить. Еще то, что мы здесь видим, люди приносили приношение. Что значит приносить приношение? На самом деле, когда человек дает сдаку, помогает синагогам, помогает бедным, то он воссоединяет, он соединяет имя Всевышнего. Значит, самое великое имя Всевышнего – это четырехбуквенное имя Ютки и Вавки. Как человек, который дает сдаку, он соединяет имя Бога. Значит, сама сдака, сами деньги – это, можно сказать, буква Ют. Первая буква имени Всевышнего. Второе, то, что человек делает, он берет в руки, чтобы отдать эти деньги. Значит, пять пальцев человека – это Хэй. Значит, Хэй – числовое значение, Хэй – это пять, пять пальцев. Значит, Вав – это локоть человека. Локоть человека по длине, он похож на Вав. А последнее, Хэй – это рука берющая. Значит, в руке берющая есть пять пальцев. Значит, пять пальцев – это числовое значение Хэй. Таким образом, получается, человек, когда дает сдаку, он, значит, соединяет самое великое имя, имя Бога – Ютки и Вавки. Дай Бог, чтобы у всех была возможность помочь. Это наша недельная голова Турма. И еще мы расскажем несколько законов. В нашем месяце – это месяц Адар. И когда заходит Адар, мы умножаем радость. В этом месяце у нас есть праздник, праздник Пурим. И до Пурима у нас есть некоторые вещи, которые должны мы сделать. Значит, Зехир для Махасида Шекель. В этот месяц евреи должны дать пол шекеля. Когда евреи были в пустыне, и евреи, мы знаем, нельзя было считать. Каким образом евреев считали, как знали, сколько евреев находится там. Значит, посредством того, что они приносили пол шекеля. Мужчины с 20 лет до 60 лет приносили пол шекеля и собирали их в храме. И эти шекели считали и знали посредством этого, сколько там находится евреев. И во время храма тоже делали это. Потом из этих шекелей покупали жертвенные животные. И вместе с Ниссан их приносили в жертву. Но в наше время нет храма. Храм разрушен, дай Бог, отстроится в наши дни. Но мы стараемся исполнять месьву. Память об этой, не то что месьве, а память об этой месьве, чтобы она не забывалась. И знаете, что должен делать человек? Есть некоторые законы. Значит, то, что давали пол шекеля, она весила 9 грамм серебра. И мы должны теперь давать сумму, которая будет в 9 грамм серебра. Мы берем грамм серебра, смотрим, она сколько стоит. И сколько будет стоить 9 грамм серебра, столько денег мы даем в этом месяце. Значит, на сегодняшний день она где-то стоит 300 рублей. Тот человек, у которого финансовое положение трудное, он может отдать даже меньше этой суммы. Человек, который, он старше 20 лет, он должен дать вот эти деньги, то, что мы сказали, 9 грамм серебра. Даже есть мудрецы, которые говорят, что уже после 13 лет уже должен человек дать эти деньги. И хорошо устарожат по этому мнению, что говорят, что после 13 лет уже надо исполнять эту миссу. Значит, женщины также должны дать деньги, которые называются шекелем. И хорошо дать и за маленьких детей тоже. И человек, у которого есть достаток, у него есть возможность, он пусть дает за себя, за свою жену, за своих детей, за своих всех домочадцев. Эту сумму, которую мы изначально сказали, которая приравнивается к 9 граммам чистого серебра. Теперь, если у него нет такой возможности, то пусть для себя, для мужчины и главы семьи отдаст то, что приравнивается к 9 граммам. А для остальных он может отдать сколько хочет, сколько у него получается. Значит, время, когда мы можем дать эти деньги, это весь месяц адар. Значит, у нас сегодня получается третьего адара. И уже три дня, как мы можем эту миссу исполнять, до конца этого месяца мы можем исполнить эту миссу. Это очень хорошее миссу, это миссу, которое за эти деньги потом могут люди учить Тору. Эти деньги кому даются? Даются тем людям, которые сидят с утра до вечера, занимаются Торой. Или покупают на эти деньги священные книги для синагог, для домов учения. Дай Бог, чтобы у всех была возможность давать и Махасида Шекиль, и Торуму, и больше, и больше. Шаббат шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова